Здравствуйте! В эфире телеканала «Кариба. Итоги недели» в студии Олеся Хитагурова. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Добрые дела на Карибу продолжается. Надя Ильюк идет на поправку. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в весьма жесткой форме предупредил мэра Магадана, что со строительством бассейна на Октябрьской улице нужно поторопиться. Эту новость в течение недели активно обсуждают в разных соцсетях и на информационных ресурсах. Что слухи, а что правда и как на самом деле дела обстоят с возведением объекта, разбирался Виталий Моряков. По материалам, изложенным на информсайтах, после того, как приехавшие вице-премьер Гордеев и министр по делам Дальнего Востока Козлов насладились стройкой парка «Маяк» и ремонтом портового шоссе. Министр заглянул на место стройки бассейна. Узнав, что стройка идет с опозданием на полгода, Александр Козлов якобы сказал, что мэр головой ответит, если в срок не будут выполнены все работы. По информации, полученной в муниципалитете, отставание от графика идет не на 6, а на 3,5 месяца. И если в этом и есть вина, то не мэрии, а подрядчика. На самом деле проблема гораздо более сложная. Там нужно забивать сваи, сваи какие-то уникальные в проекте, и нужно оборудование, которое в Магадане нет. Сейчас подрядчик привез этот копер, который будет забивать сваи, и составлен график, который позволит наберстать упущенное и освоить денежные средства, которые выделены на 2019 год. Нельзя согласиться с Александром Александровичем Козловым в том, что действительно деньги, которые выделены на строительство бассейна, их отстаивать очень тяжело, и их надо осваивать. А все остальное, что там написали, такие вот свободные художники, там пишут черные, белые, красная метка, и так далее. Красный квадрат, черный квадрат, это меня, честно говоря, не волнует. К концу года подрядчик выйдет на строительство согласно утвержденного графика, и в дальнейшем возведение бассейна будет закончено в срок согласно заключенного контракта. Виталий Моряков, Михаил Стройкин, специально для Службы новостей. В очередной раз наш материал привлек внимание прокуратуры. По информации о том, что жители села Талун лишили возможности ловить рыбу, провели проверку. Подробности в следующем материале. Напомним, по словам колымчан, для того, чтобы оплатить лицензию на рыбалку недалеко от дома, их обязывают ездить за сотни километров в Магадан или Армань. Причем переправа работает три часа в день, автозаправок нет, да и машину многих тоже. Почему Талунцев загнали в такие рамки, мы узнавали в филиале глав рыбвода. С 1 июля налоговая законодательство запрещает нам продавать пятерки за наличный расчет только по безналичному. Это не совсем удобно, понятно, для тех же поселок Абалагана и Талун. Сейчас этот вопрос решается. На Магадан мы установим контрольно-кассовую аппаратуру, что эти правила изменились в работе в связи с налоговым законодательством. Речь идет о федеральном законе о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчета в Российской Федерации. Согласно ему, все организации должны использовать эту систему для расчета. Но есть исключения. Например, в отдаленных поселках, таких как Талун, это просто невозможно. Здесь часто отключают свет, а об интернете многие даже не слышали. Главное условие в подобных ситуациях – вовремя внести местность в соответствующий перечень. Организация об этом не позаботилась. Только в начале июля текущего года ими направлено обращение в правительство Магаданской области с просьбой о включении территории рыбопромысловых участков в перечень трудодоступных мест. Обращение еще не рассмотрено. Кроме того, при проведении проверки выявлено нарушение законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. В связи с чем, природоохранным прокурором в адрес руководителя охотского филиала глав рыбвод внесено представление. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле природоохранного прокурора. Теперь все, что остается сельчанам, это ждать. Когда талон все-таки внесут в перечень труднодоступных мест и жителям разрешат платить за рыбалку наличными. Когда это произойдет, неизвестно. При этом даже тем, кто приехал в Магадан оплатить квитанцию, сделать это будет ой как непросто. В 8 утра я поднялся, вернее выехал и домой вернусь в 12 в 2 ночи. Целый день. Сожгу бензин на 35-40 литров эксплуатации, то есть амортизация машины. Потраченное время. И в итоге еще я-то не в курсе, где что как. Потому что в Магадан я плохо очень знаю. Какой банк. Нужно найти банк. Оплатить за каждый день. Так бы если бы хотя бы оптом оплатить, сразу бы на 4 дня рыбацких в неделю. А так за каждый день нужно отдельно оплатить. Было бы проще, если бы на сайте организации люди могли самостоятельно оплатить услуги. Но там даже нет реквизитов. За ними нужно ехать в филиала, затем уже в банк. Но сотрудники разводят руками и считают, что в происходящем их вины нет. Плюс ко всему талон не включили в список мест, где можно бесплатно поймать два хвоста горбуши. А тем временем Путина в самом разгаре и рыба, которая летом является для колымчан основным продуктом питания, буквально уплывает из их рук. Еще один материал, по которому провела проверку прокуратура – сюжет о проблемах 19-го дома на транспортной. Он вышел в эфир в мае этого года. Изменилась ли ситуация, узнавала Анна Булыгина. Во взаимоотношениях жильцов этого дома и обслуживающей организации города Магадана много недопониманий. Здание попало под крыло управляющей компании в 2014 году. Но за пять лет в подъездах изменилось немногое. Поставили пластиковые окна, но без облицовки. Залатали стены, уложили электрические кабели в защитные короба. В ходе проверки как контролирующими органами, так и прокуратурой установлены многочисленные нарушения закона по вопросу ненадлежащего содержанию общего имущества многоквартирного дома 19 по улице Транспортной. Срок устранения выявленных нарушений установлен до 10 сентября 2019 года. Ситуация контролируется прокуратурой. На момент осмотра дома прокуратуры управляющая компания как раз начала ремонт. Готовили стены под покраску. Казалось, жильцы добились цели. Но нет, энтузиазма единственного штукатура хватило на два этажа одного подъезда. Прошло уже больше месяца, но работы так и не продолжили. Гастарбайтер даже не содрал старую краску. Финишный сразу за маской меловой. Затяпал, заляпал и через неделю его не стало. Уже больше месяца ничего тут не делается, никто не появляется. Сегодня жильцы всерьез озабочены судьбой своего дома. Ведь обслуживающая организация сообщила собственникам о расторжении договора управления с 1 июля. Правда, в департаменте ЖКХ успокоили. Общежитие останется в ведении компании до тех пор, пока не завершатся процедуры по выбору новой. А это значит, что взятые на себя в 2014 году обязательства пока еще сохраняются за обслуживающей организацией города Магадана. Орган местного самоуправления провел общее собрание собственников этого дома о выборе способа управления. Такого решения, к сожалению, принято не было. Собрание проводилось 24 июня и в июле был размещен аукцион по отбору управляющей организации в этом доме. 12 августа состоится последний день приема заявок на участие в этом конкурсе и 14-го пройдет сам конкурс, если заявок будет несколько. А в настоящее время дом также управляется обслуживающей организацией города Магадана. Связаться с руководством обслуживающей организации города Магадана нам не удалось. Возможно, по причине того, что генеральный директор занят судебными разбирательствами. На него заведено несколько уголовных дел, одно из которых как раз связано с 19-м домом по улице Транспортной. Установлено, что он умышленно предоставил судье протоколы собрания собственников помещения этого дома, содержащие заведомо ложные сведения о самом собрании и о принятых на нем решениях. За фальсификацию доказательств по гражданскому делу предусмотрено наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев. Анна Булыгина, Виталий Моряков, Михаил Стройкин. Специально для Карибу. Мы продолжаем проект «Добрые дела». Надя Ильюк, которой мы помогали всем городам, идет на поправку. Несколько дней назад случилось настоящее чудо. Девочка самостоятельно начала двигать ногами. Надя Ильюк, которой мы помогали всем городам, идет на поправку. Несколько дней назад случилось настоящее чудо. Девочка самостоятельно начала двигать ногами. Напомним, Магаданка боролась со страшным недугом – опухолью ствола мозга. Несколько месяцев назад врачи практически вынесли ребенку приговор. Но, несмотря на неутешительные прогнозы, Надя стойко перенесла сложнейшие операции и лечение. Сейчас продолжается курс реабилитации. Девочка начинает жить заново. Учится самостоятельно дышать, читать, познает мир. Прогресс после первого курса реабилитации налицо. Но требуется еще два. И тут без нашей с вами помощи не обойтись. Я хочу сказать огромное спасибо, потому что, как только это все началось, я обратилась к телекомпанию «Карибу», непосредственно к Оксане Зейферт и всей команде. Мы забили в колокола. И благодаря магаданцам, колымчанам, пошло поступление денег на счет Светланы Геннадьевны. Сейчас денег хватает на несколько курсов. На два, по-моему. Один уже прошел курс. Но, знаете, нужно и медикаменты, и все платно. И памперсы. Хотя у ребенка вся жизнедеятельность, функция вся сохранена, но она еще не восстановлена. Номер карты мамы вы видите на своих экранах. Все подробности можно узнать в нашей редакции. Телефон 602-002. Или на аккаунте «Карибу49» в Инстаграм. Там есть все данные по банковским счетам для перевода денег. Давайте вместе поможем ребенку вернуться к нормальной жизни. В ночь с 21 на 22 июля Магадан лишится горячей воды. Плановый ремонт теплотрасс продлится две недели. К сожалению, запастись кипятком у нас не получится, но есть еще два дня, чтобы принять горячую ванну, а не тазик. А будет ли возможность принять еще и солнечные ванны на этих выходных, узнаем из прогноза погоды. 20 июля в Магадане дождь. Температура ночью и днем до плюс 11 градусов. Ветер от 2 до 9 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Оставайтесь в курсе событий. Смотрите «Карибу». Хороших вам выходных! Внимание предпринимателей и юридических лиц! Компания «Комплексные компьютерные технологии» предлагает кассовые аппараты по цене от 5000 рублей. Регистрация на сайте ФНС бесплатна. Ждем вас! Улица Советская, дом 5. Телефон 60-88-88. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова